Всем привет! Сегодня суббота, 17 сентября. Мы отправляемся в очередную автобусную экскурсию с группой ВКонтакте Петербургской встречи, о которой я вам не раз говорила, и с которой еду уже третий раз. Сегодня мы едем в Выборг. В Петербурге сегодня довольно прохладно, в Выборге будет еще холоднее, но, надеюсь, нас не унесет четырехметровым ветром. Там побережье, Выборгский залив, довольно будет холодно, но, надеюсь, что утеплились мы хорошо все-таки. Группа у нас собралась довольно большая, вот еще народ подходит, скоро уже поедем, 10 утра, да, сейчас, если я не сказала. Экскурсия стоит 1100 с человека, да, до Выборга можно добраться, в принципе, и на общественном транспорте, на электричке, той же самой с финляндского вокзала, это выйдет дешевле, но здесь и экскурсия, и парк Манрепа, до которого пешком добираться крайне неудобно, так что я выбрала именно такой вариант. Надеюсь, что не пожалею, и в Петербург мы вернемся вовремя, и без пробок доедем, все посмотрим, и будет у нас интересный такой день сегодня. Так что приглашаю вас с нами. Мы уже в Выборге, находимся рядом с Выборгской крепостью, с Выборгским замком. Пока мы сюда добирались, а это где-то 2,5 часа, мы, разумеется, прослушали очень интересную историю города Выборг. Сейчас я попробую эту 2,5-часовую лекцию уложить, минут хотя бы 5, и рассказать вам об истории этого замечательного города. Кстати, старый город, ну мы в нем еще погуляем, но он очень-очень красивый, на самом деле очень такой уютный. Давайте разбираться. Мы сейчас находимся на Карельском перешейке. Есть такое биографическое место, и город этот Выборг тоже находится, соответственно, на этом Карельском перешейке. Давным-давным-давно эти места заселяли, разумеется, угоры финские племена, ну как и многое на севере, рядом с Петербургом. Сколько они там? Ну долго достаточно. Они там жили, но были маленькие поселения, просто известно, что были финно-угорские племена. Потом, когда была основана Великая Новгородская Республика, или как, просто Новгородская Республика, эта территория тоже вошла в ее состав. И было это до 1293 года, пока не пришли шведы. И не захватили столь удобное место. Вот эта крепость, она как раз основана шведами, и основана она была в устье реки Воксы, которая сейчас уже пересохла. Недалеко отсюда, разумеется, путь из Варяг в Греки, очень удобное место, такое полезное. Ну, разумеется, новгородцам это не понравилось, но сделать они ничего, к сожалению, не смогли. Вплоть до 1710 года, когда Петр I отвоевал. Воевал Выборг у шведов. Ну, после чего шведы вообще прекратили всяческие военные действия и больше не воевали никогда. Такая интересная шведская история. Вот наша группа там. Им после Петр I было нечем воевать. Мы их под Полтавой раздолбали, и все. Небольшая такая ремарка, небольшое отступление. Сейчас я буду говорить о том, что при царе Александре II Выборг и часть Корейского перешейка были, ну, не подарены, как это сказать, даровыми. Ну, типа да. В Финляндии, да, которую я ранее не упоминала. А дело все в том, что Финляндия долгое очень время входила в состав Швеции. Она не была самостоятельной, а потом она отделилась. Она стала сама по себе. Да, и эти земли стали принадлежать Финляндии. Да, но Финляндия входила в состав Российской империи. Вот такая интересная информация. Такая политика, да. Да, и при Александре I вроде бы это была такая автономная, автономный округ. Вот. Такое финское поселение на территории Российской империи. Наш император был также императором Финляндии. Очень интересно. Посмотрите, какая огромная очередь. В Кассу туда стоят те, кто хочет забраться на башню Святого Олопа и посмотреть на город Выборг с высоты 70 с чем-то метров. Мы туда тоже залезем, но нужно немножечко постоять. Хотя пока мой муж стоит в очереди, я попробую все-таки дорассказать вам историю города Выборг, хотя тут так ветрено. Закончили мы на чем? На том, что Финляндия вошла в состав Российской империи, и это была ее территория. В 1917 году произошла, как нам известно, Великая Октябрьская революция. И финны решили, что это весьма неплохой такой момент, чтобы прийти к Ленину и попросить отдать им ту территорию, которую они занимали, будучи вхожими в состав Российской империи. Ленин подмахнул эту бумагу, отдал им эту территорию вместе с Выборгом, вместе с чем-то, да, вот с этими землями, которые вокруг, и граница России и Финляндии стала проходить в 40 километрах от Санкт-Петербурга, точнее от Ленинграда, или может быть даже Петрограда. На тот момент очень это все было близко, но на тот момент это считалось нормальным. Готовилась Великая революция, мировой пожар раздувался, и эта граница, она была, скажем, формальной, потому что все скоро должны стали, должны были бы стать большевиками, да, что там, социализм строили и все такое прочее, и эти границы, ну, должны были в какой-то момент стереться, но, как нам известно, этого не произошло. В 1939 году началась Вторая мировая война. Финляндия, которая была на стороне фашистской Германии, представляла, конечно, угрозу для Советского Союза, потому что граница с ней проходила всего лишь в 40 километрах от столицы. Было решено, разумеется, подвинуть эту границу и занять обратно город Выборг и Карельский перешейк. Но для этого, конечно, пришлось пройти очень сложный такой участок, который сейчас, я думаю, вам известен под названием Линия Маннергейма. Это такие укрепления, которые находятся в Карельских лесах, точнее, в лесах Карельского перешейка. Это доты, это противотанковые рвы. Это, на самом деле, была очень сложная операция. Вот эта финская война, она проходила зимой, были 40-градусные морозы, и российской, русской армии, конечно, пришлось не сладко, потому что это 1939 год, обмундирование не самое лучшее. И, разумеется, да, там не было какого-то современного оружия. Ну, когда-то мы уже рассказывали об оружии, вы можете представлять, да, чем в те времена сражались наши предки. В то время как финны были лучше вооружены, они были как минимум лучше одеты, они были готовы. Для Финляндии такие зимы, это нормально, холодные зимы минус 40. У них была хорошая одежда, пуховики на тот момент, кстати, уже появились. И, разумеется, им было проще. Плюс ко всему, они знали эти леса, они прекрасно в них ориентировались, в то время как русским приходилось перейти просто напролом. Но, тем не менее, линию Маннергейма мы взяли и отбили город Выборг, и он опять стал территорией Советского Союза. Но недолго это продолжалось, дело в том, что началась Великая Отечественная война, и этот город заняли немцы. В 41-м году они его захватили, и выбиты они отсюда были только лишь летом 44-го года. Причем эта операция была довольно, скажем так, молниеносная. За 10 дней буквально весь Карельский перешеек был захвачен советскими войсками. Но когда эти войска проходили по этим местам, через Выборг, через вот этот, ну вот, от Петербурга 40 километров и до сюда, вот по всем вот этим территориям, здесь были хутора финские, здесь опять же вот этот город, здесь не было людей практически вообще, ни немцев, ни русских, ни финнов, никого, вообще никого не было. Все уходили вместе с армией, просто бежали. Бежали от советских войск, и не осталось коренного здесь населения. Разумеется, город, ну, он был разрушен, понятное дело, во время войны немцы разрушали все, что, в общем-то, они могли разрушить. Здесь очень много было памятников, которые пострадали. Ну, тут уж ничего не поделаешь. И этот город и близлежащие территории стали заселять люди, ну, российские, да, советские граждане из разных городов Советского Союза. Они сюда приезжали, работали. Это портовый город, да, здесь есть что восстановить, есть где поработать. Но поскольку они здесь не жили, и мало было дела, да, этих достопримечательностей, в общем, все стало разрушаться. Ни свое, ни жалко. И коренное население появилось намного позднее. Только вот сейчас, да, здесь, наверное, уже несколько поколений коренных выборщцев живет. А до этого просто были приезжие, понаехавшие, скажем так. До 60-х годов этот город, как пограничный, был закрыт. Потом его открыли, и, в общем, доворовали все, что было недоворовано. Но в последнее время вот эти уже коренные жители города начинают восстанавливать город, какие-то достопримечательности, кладбища, ну, вот эту замечательную, конечно же, крепость. Город сейчас довольно большой, он насчитывает практически 100 тысяч человек. Еще раз повторюсь, что этот город портовый, здесь есть судостроительные заводы, в общем, большинство людей здесь и работает, большинство населения. Строят здесь в основном большие такие корабли-сухогрузы. Да, и стоит город Выборг на территории Выборгского залива. Это часть Финского залива. И выход, разумеется, в Европу. Очень такое важное, стратегическое, на самом деле, место. Очень красивый, старинный город, по которому мы с вами сейчас погуляем. Я почему-то не вижу своего мужа. Он ушел за билетами, до сих пор не вернулся. Но, надеюсь, все-таки дождусь. Ой, ну людей сегодня здесь, конечно, просто какое-то огромное количество. Я приезжаю в Выборг уже третий раз, и ранее столько людей никогда не видела. Ну, может, тогда я просто в будни приезжала, а сейчас вот выходной. О, муж стоит, билеты купил. Сейчас пойдем, покажем вам башню. На территории этой крепости тоже проходят разные реконструкции. Правда, я не знаю, когда это здесь бывает. Наверное, в более приемлемую погоду. Считается, что они не такие эпичные, как в Карелии. Ну да, в Карелии все-таки... Ну, в Карелии я видела, а здесь нет. Может, здесь тоже все неплохо. Такая вот интересная здесь территория. Ну, это крепость, да? Логично предположить, что здесь... Это крепость, причем, более того, это крепость, скажем так, в значительном количестве... Нет, в значительном виде. Совсем не то, что это было здесь во времена, когда его строили шведы. Дело в том, что когда сюда с инспекции приехал шведский король, как еще его звали, Карл Ваза, кажется, Густав Ваза, он остался очень недоволен состоянием крепости и приказал все дело перестроить с учетом... Это было, по-моему, в 16 веке. Да, к тому времени уже вовсю появилась артиллерия, крепость была устаревшая. Он приказал перестроить ее с точки зрения современной на тот момент артиллерии. Соответственно, все, что от нее осталось, от той старой крепости, это вот эта вот четырехугольная башня, на которой мы сейчас полезем. Хотя весь восьмиугольник на дне, он уже более поздний. И вот там, где мы входили, вход, это дом коменданта крепости. Вот там тоже еще старинная кладка до 16 века. Все остальное наводил. Но более того, уже где-то в 19, если не ошибаюсь, веке здесь случился очень большой пожар. И крепость сгорела к чертовой матери. И впоследствии ее опять-таки еще перестроили, соответственно, еще наводил-наводил. То есть реально от той старинной крепости до 16 века осталось не очень много. Вот. Но, тем не менее, вот что имеем, то имеем. вот такая огромная очередь. Все в башне святого луфа. Мы стоим тут уже минут 10. Туалет здесь бесплатный, но там такая дикая очередь, что это кошмар какой-то. Например, пыток. Ну вот, надеюсь, что мы все-таки успеем, потому что нам уже через 15 минут отсюда уходить, а мы еще даже даже не на башне. Вот, кстати, стоимость подъема на башню 80 рублей с человека. Расстояв в очереди полчаса, наконец-то мы попадаем на территорию этой башни. Башня полая. И по кругу идет винтовая лестница. Разумеется, это создает некоторые проблемы, потому что те, кто уже наверху, и те, кто хочет туда подняться, им как-то на этой лестнице будет не разминуться. Поэтому здесь такая пропускная система. Это, конечно, неудобно, но вот сегодня просто аншлаг какой-то в башне. О, вот, все, вот мы и пришли. Да, рано я порадовалась, что мы пришли. Нам еще тут полчаса там. наша одна собака. Да, прошли мы, наконец-то. Здесь темно, страшно тесно. 239 ступеней ведет наверх. Там сметровая площадка, виден весь город, и старый город, и новые районы. Я третий раз уже буду подниматься на эту башню, хотя сегодня вообще пожалела, что я на эту авантюру подписалась, так как мы уже 5 минут, как должны быть в автобусе, да, потому что программа насыщенная, времени мало, и хочется и город посмотреть, и в парк съездить, в этот замечательный парк Мон-Репо, да, правильно его произносить, именно так. а вот французского мое отдохновение, кажется. В общем, да. Вот такая вот тут интересная конфигурация этой башни. ну, я уже чувствую, что я сейчас запыхаюсь. Все еще ползем. интересная, конечно, капаж. Ну, да, теперь еще немножечко тут постоим, потому что много желающих. Смотрите, как интересно. Ну, наскольная живопись. Кого-то надо выпить, да? Ну, вот линобашня. Смотрите, какая красотища. Это Выборгский залив, порт, старый город. Смотрите, какие милые домики. Потрясающе красиво. Это двор на территории замка. Вот мы здесь как раз пошли. Который? Вот это белый-синяя крыша. Вот этот вот дом-комментарта. А вот этот мост, он был подъемный раньше. Сейчас он цельный. До этого был подъемный. Вот дом-комментарта. Это как раз одно из них постройка, которое осталось еще с того, 16 века. Ну, здорово. А вот там, вот, я так полагаю, надеюсь, я права, где-то той степени, как раз граница уже с Финляндией. И Выборг, это пограничный город, здесь бизнес ведут в Финляндии, по-фински многие говорят. Но финны в Выборге не живут. Здесь только русские. Это не визитов. Это ремонт. Ну вот, пришли, откуда начинали. Спускаемся, потому что катастрофически опаздываю. Это, конечно, да, сегодня такой день. Не самый удобный был выбран. Но зато суббота, и есть шанс доехать до Петербурга без каких-то глобальных пробок. Спускаемся по такой винтовой лесенке. И быстро-быстро двигаемся в сторону нашего автобуса. Конечно, если вы решите приехать в Выборг и захотите посетить башню Святого Олафа, и это будет выходной день, то, да, вам все это тоже предстоит. Все эти очереди наверху. Огромное количество желающих сфотографироваться, разминуться там наверху нереально. Приходится ждать, пока все нафотографируются, пока все на снимают. Ну, что поделать, я тоже стою, снимаю для вас панораму, загораживаю для всех проход. Так что, да, приходится с этим только мириться. Но в будний день здесь обычно довольно свободно. Мы вышли обратно в этот двор, и, как вы видите, очередь меньше не стала. Желающих все так же много, и все так же медленно протекается эта процедура. не получилось у нас погулять по территории крепости. Здесь очень интересно, да, здесь и с лука можно пострелять, вообще вид красивый. Но вот такой цейнт-нот, вот эта ситуация, это, конечно, все немного раздражает. Ну, что поделать? Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Вот, кстати, да, здесь можно пострелять и с лука. Попадет, нет? Ух ты, смотри, попал куда-то. Давайте поближе посмотрим этого смелого мужчину. Какой стрелок. Давайте посмотрим. О, нет, что-то промазал. Вообще неплохо. Такая развлекуха. Вот, где мы с вами были. Это башня. Ее высота 44,5 метра. Но стоит она на Воловьем острове. Он сам по себе довольно высокий и получается там высота где-то метров 70. Город красивый, мы посмотрели с вами. Сейчас наша группа дособирается. И мы уже двинемся смотреть сам город. Я думаю, вам понравится. Ну, конечно, будет все галопом по Европам, но что поделать, других вариантов нет. Перед собой мы сейчас видим по обеим сторонам от дороги сохранившуюся крепостную стену. Она сохранилась частично и датируется 14-15 веками. Здесь, разумеется, были ворота. Это был въезд в город. Ну, как сейчас, это просто дорога. Вот эти две скульптуры по обеим сторонам дороги были поставлены в 20 веке. Они символизируют ремесло и торговлю. Те вещи, которыми занимался выбор к историческим. Да. Да, вот, кстати, здесь вот это здание, оно было построено при Екатерине Второй и размещалось там... Там размещался караул. Это Кардегария. Кардегария? Или Кардегардия? Кардегардия. Да, Кардегардия. Там размещался караул сменный, который, собственно, охранял ворота и въезд в город. Да. А напротив этого здания находится Ратушная площадь. Вот это здание когда-то было как раз-таки Ратушей, но сейчас это обычный жилой дом. Вот, датируется 1898 годом. А памятник, который мы перед собой сейчас видим, это основатель крепости, точнее... Выборга. Да, Выборга. Выборг начинался именно со строительства Выборгского замка. Зовут его... Как его зовут? Кнудсен. Фамилия, имя у него вообще неприсносимое. Имя у него какое-то очень, да, странное, сложное. Но изображение, которое мы перед собой видим, это не сам вот этот Кнудсен, это собирательный такой образ, потому что, еще раз напомню, город был основан в 13 веке в 1293 году, и изображение этого человека, разумеется, не сохранилось. Это собирательный образ рыцаря. Ну и как бы можно представить, что вот этот Кнудсен выглядел именно так. Хотя, скорее всего, это было совсем не так. Группа, подсмотрите, подальше на следующем. Если вы хотите, там наши уже покупатели, просто так. Вот эта кофейня здесь расположена, называется она Крендели, нас настоятельно туда приглашают, приобрести... Такой местный бренд. Да, местный бренд, местное производство, возобновляют производство Крендели. Что такое Крендели, да, изначально? Это такое хлебобулочное изделие, которое можно было взять с собой в долгое путешествие, которое очень долгое время не черствело, не портилось. То есть, оно могло, да, могло засохнуть, но не могло испортиться. Да, но его можно было размочить в водичке и вполне спокойно употреблять в пищу и дальше. Делали... Это как-то очень сложно, какой-то был такой рецепт хитрый, вода, настоянная на каких-то там травах, и классический этот Крендели должен на выходе при разломе вообще пахнуть какими-то травами. Вот, ну... В здании этой Кардегарди сейчас располагается кафешка, а также сувенирная лавка. Сюда нас тоже настоятельно просят зайти. Ну, мы, пожалуй, зайдем, посмотрим магнитик какой-нибудь. Вот эти, какая красотища. Ein Cake minimalordanballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballbballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballball таких фигурок забавных такие они миленькие что даже жалею что мы так мало взяли денег с собой очень долго мы тут топтались на этом пятачке потому что кто-то в туалет пошел там очередь это в кафе за кренделями там очередь тут еще куда-то там опять же очередь здесь вообще не сплошные очереди сегодня наехали в выборг почему бы и нет город хороший но но маленький да сейчас мы идем по крепостной улице немного погуляем по городу посмотрим на достопримечательности на домике они довольно симпатичный такая невысокая застройка оригинальная город довольно интересный посмотрите здесь улица идет наверх и вот здесь тоже и так практически весь центр города вверх-вниз вверх-вниз впереди очень интересное здание там даже висит какая-то пояснительная табличка в два гиз города выборг нет поэтому будем рассказывать вам то что нам расскажет экскурсовод вот эти руины это кафедральный собора отстроены в камни 15 веке ну как вы видите сейчас он весь разрушен и восстанавливать его видимо не собираются вот так немного печальная картина согласитесь красивое наверно было здание вот этот кафедральный собор изначально был католический когда здесь когда пришел густав ваза 16 век с 16 века он стал лютеранским потому что швеция финляндия они лютеранские страны да и потом уже после петра когда петр взял выбор когда это стала российская территория храм переосветили в православной во время второй мировой войны великой отечественной в него попало несколько бомб он был полностью разрушен но вот в таком состоянии он находится до сих пор и судя по всему реставрировать его не будет а вот эта башня это часовая башня но она так названа была только во второй половине 18 века до этого это была колокольня собственно собора почему часовая потому что там есть часы которых отсюда из-за лесов не видно эти часы подарила екатерина 2 и эти часы до сих пор ходят а стоит эта башня на граните и весь город выборг он весь стоит на граните который местами выходит из-под земли и вот можно его видеть такая огромная гранитная плита вернулись мы на крепостную улицу продолжаем наш путь если вы приедете выборг и захотите погулять пустите что здесь нужна удобная обувь потому что брусчатка вот эти вот плиточки тонкий каблук и центр выборга это конечно не вариант симпатичные такие улочки очень оригинально посмотрите как стоит этот дом и там внизу уже улица здесь цветочки здесь такая замечательная лестница красотища вот это здание куда все сейчас идут это бюргерская то ли усадьба то ли просто дом еще с тех пор сам сохранился до представляете с каких пор шестнадцать пятнадцать шестнадцатого века шестнадцатый век обалдеть за эту баблюку точно за палочку нужно подержаться и она есть только женщина да и она исполняет женские желания все кроме и денежных не знаю как загадала там мужчинам только за ногу можно подержаться упорядочивает мысль вот такой дом интересный сувенирная лавка продаются там магнитики да все такое обереги лоухи это кто это хозяйка хозяйка да ну карелла финский эпос колевала мы вам немного позднее перескажем но была вот там такая лоухи и вот можно приобрести ее такую фигуру это усадьба бюргера 16 18 века симпатичное такое здание а вот этот дом стоит на гранитной такой скале давайте подойдем поближе посмотрим ну вот это это явные кирпичи да какие-то а вот это гранит здесь все 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 на этом граните даже как то называется умным словом какой-то в общем может это такое очень умная в наших головенках не задержалась эта информация посмотрите да вот муж задался вопросом как прокладывать канализацию как долбить этот гранит это такая порода ну вы сами понимаете очень твердая и вообще как говорила экскурсовод здесь на корейском перешейке были раньше горы очень очень высокие но когда ледник сходил он их все три раза по мудро он сходил и каждый раз понемногу разрушала эти камни огромные валуны вот эти гранитные растаскивал и весь парк монрепо это скальный парк там очень много этих валунов ну где-то естественно от валунов такие большие большие но там территории финляндии большие котлованы остались и там вода и финляндия это озерный край это вот из-за этих ледников из-за того что ледник разрушал такую большую гору надеюсь я правильно все объяснила не не сильно опозорилась вот эта огромная каменюка это балтийский кристаллический щит это то самое наименование которое мы пытались вспомнить и у нас не получилось но вот сейчас нам напомнили опять наша группа с трудом собралась посмотрите какое здесь интересное здание зелененькое такое зал царства свидетелей и иеговы как-то это и это все я думаю так прикрыли уже до давненько не попадались мне брошюрки от этих товарищей но наверное есть люди кто к этому относятся серьезно даже через чудо разные бывают секта общины с этим ничего не поделаешь каждый выбирает сам во что ему верить кто-то в иегову кто-то да да как я уже один раз об этом говорила в великий космос буду в реинкарнацию во что угодно можно верить лишь бы здесь на земле быть хорошим достойным человеком совершать как можно меньше гадости и надеяться на царствие небесное на перерождение во что-нибудь более такое интересное не полезно более полезно чем человек да вы посмотрите тоже как интересно какая красота тут узкая довольно улица такое здание как-то мне не очень удобно его вам показывает ну просто прелесть выборг и какой тебе еще город петрозаводск да вот моему мужу очень нравятся такие города карелия карелия да конечно очень все красиво другая природа просто замечательно ну городок небольшой и довольно обособленный как мне кажется но людей здесь живет очень много так чистенько симпатичненько мы сейчас находимся на рыночной площади здесь стоит такая интересная башня посмотрите какая она круглая такая пузатая с очень интересной крышей я уже упоминала о том что выборг был основан изначально как замок вот на этом островке потом вокруг начал развиваться город нужно было его окружать крепостной стеной он опять выходил за пределы крепостной стены и была еще одна крепостная стена построена чтобы город защитить и вот эти башни стояли по углам этой крепостной стены башня такая довольно большая по моему это 15 что ли век но я могу путать позднее уточню что касается крыши изначально у башен выборгской крепости были плоские крыши но когда сюда приехала екатерина вторая она считала что нужно как-то видоизменить эту башню и сделали вот такую крышу похожую на шлем богатырей каком веке это башни была в шестнадцатом на грех гасе усею как уставе на в фамилию в общем да в общем при густе да мы с этими фамилиями с этой информации ну никак не можем устаканиться потому что ну слишком много еще плюс ко всему вот этот шумовой фон снашимовой фон я сейчас расскажу это рыночная площадь несмотря на то что здесь есть рынок под открытым павильонам это рыночная площадь здесь исторически она сохранилась тех самых древних времен и как вот тогда так и сейчас на ней стоит рынок более того если на нее зайти то в брусчатке кайна выслана можно в камнях обнаружить на некоторых камнях номера это номера торговых рядов то есть как вот с тех давних пор тогда торговали были вну по праздникам тогда были какие-то торжеща были торговые ряды и обозначались они вот на камнях вот этими цифрами так и сейчас до сих пор торгуют такие дела да этот шумовый фон видимо из-за того что сегодня какой-то то ли праздник то ли что-то в этом роде в городе видимо с этим связано огромное количество людей я мы находимся сейчас в парке который называется эспланада засажен этот парк в основном лиственными деревьями что не характерно для данной местности для карельского перешейка характерны сосны до хвойные деревья здесь вот такие красивые иственные такая здесь есть замечательная церковь она очень высокая мне абсолютно не получается снять ее одним кадром это лютеранская кирха петра и павла находится на территории вот этого парка была построена при екатерине второй это памятник микаэлю агриколе он был просветителем финляндии но типа как у нас кирилл и мефодий вот так у них микаэль агрикола он учился в риме и собственно агрикола означает человек земли потому что финляндия это было такой сельскохозяйственный предаток швеции в то время вот вот он вернулся к себе на родину и перевел новый завет по моему на финский язык и подарил это все королю густаву густаву вазе да наконец-то может запомним и вот просвещал финнов разработал значит всю эту словесность и так далее и тому подобное ну как он выглядел опять же никому неизвестно и скульптор довольно известный финский из себя его изобразил и это изображение она растиражирована на территории финляндии довольно известный такой просветитель такая местная достопримечательность аллея звезд советского кино вячеслав тихонов не очень удобно на самом деле зона да не очень удобно читать в граните поэтому муша читает анатолий кузнецов петр тодоровский много здесь длинная такая аллея лара о василий шушин говорухин тут да и отпечаток а это такой кинотеатр выборг-палас сейчас идёт сноуден потом жених какой-то нерв интересно посмотрите какой маленький кинотеатр и рядом такая площадь а это спасо-преображенский собор торчим мы на этой замечательной площади уже на минут пять ждем автобус водитель наш загулял просто куда-то он уехал не туда и вот теперь мы вынуждены его ждать чтобы сесть и поехать в парк монрипо парк большой очень красивый времени на него крайне мало это всегда очень грустно очень печально но что поделать формат экскурсии это всегда постоянная спешка постоянная беготня вот мы добрались до парка монрипо это государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник вход в него платный но поскольку мы с экскурсией то билеты покупать будет экскурсовод такие интересные ворота действительно очень интересный парк я здесь уже однажды побывала правда это был апрель местами лежал снег но было было классно да такого парка ранее мы не видели это пушкин не павловск он вообще ни на что не похож такой уникальный вот карта музея-заповедника мы находимся вот здесь посмотрите какой-то парк огромный конечно мы не увидим и десятый наверное сегодня части ну надеюсь хотя бы до памятника вяне мюнину который вот здесь находится мы все таки дойдем ну и вот остров мертвых тоже очень интересно такое место правда до него добраться крайне сложно в плане того что это остров и там вода и по снегу зимой это было возможно и даже в апреле возможно а вот сейчас не знаю этот парк расположен на полуострове твердыш такой интересного него название видимо из-за гранита на котором все это стоит который торчит здесь отовсюду был подарен этот участок земли я честно говоря не запомнила его имя но это был какой-то знакомый павла первого они познакомились и павел первый проникся такими дружественными чувствами к этому человеку и привез его петербург и он жил в петербурге получил в награду вот этот парк построил здесь усадьбу усадьба это была разграблена когда я уже рассказывала до после войны когда выборг приехали люди из других городов которые не знали не истории этого города и она им была в принципе не интересная они в общем град награблены бери что не приколочено вот в общем эту усадьбу это видимо она есть эту усадьбу разграбили от нее остались остался только каркас видимо да она сейчас на реставрации потому что это двадцатые годы девятнадцатого века вот в таком доме жил этот человек который ну я подпишу как его звали потому что ну честно не помню который написал такую поэму он был романтичный такой написал поэму который называется монре по мое отдохновение стихи о прекрасном о единении с природой о боге человеке ну я ее разумеется не читала пересказываю со слов экскурсовода хотела я этим летом приехать в этот потрясающий парк погулять здесь но лето в петербурге выдалось отвратительное поездка моя накрылась как и многие другие поездки по окрестностям петербурга пришлось сюда приезжать сейчас когда холодно ну что поделать надеюсь вам хотя бы это будет интересно может быть вы тоже захотите когда-нибудь сюда приехать лучше конечно летом там на верхотуре стоит такой монумент обелиск героем 1812 года к нему можно подняться но мы этого делать не будем потому что времени так мало будем карабкаться наверх в беседке посмотрите как замечательно нет и напоминает соловки как я на кузова лазала это потрясающее воспоминание до сих пор могу забыть потрясающе конечно вид открывается интереснее не сама беседка подъем к ней я бы наверное посоветовала тем кто захочет приехать выборг и посетить этот парк делать это либо в небольшой компании либо в одиночестве потому что большой толпой с экскурсией ну вы не увидите вообще ничего кроме того что вам покажет экскурсовод а это поверьте одна тысячная того что здесь можно было бы увидеть перед нами сейчас открывается превосходнейший вид на остров мертвых можете видеть такое интересное сооружение на вершине скалы это ну по разным данным да это могла быть какая-то часовня но мне кажется просто такое здание непонятного назначения а там было фамильное кладбище баронов точнее барона его семьи фамилия их была николаи вот я только что это услышала и вспомнила ну точнее запомнила да там действительно есть несколько надгробий я была на этом острове туда можно попасть зимой по льду либо же ранней весной сейчас вы видите кругом вода это остров вода вокруг попасть туда можно только в резиновых сапогах но там на самом деле интересно немного жутковато потрясающе огромный водоем финский залив по традиции туда надо обязательно зайти да я сегодня специально в берцах чтобы можно было зайти в воду печальная табличка категорически запрещается посещение острова людвигштайн то есть острова мертвых который я вам показывала на котором я была и на который на самом деле можно попасть зимой я не знаю может за этим все-таки не следит никто есть такая возможность хотя нет ворота закрыты не санкционированное проникновение на территорию видим будет караться это конечно печально вот тут вы видите идти недалеко по снегу по льду когда-то здесь было намного чище не было этого мусора его здесь накидали после войны начиная и еще десятилетиям до сих пор кидают выглядит все это ужасно и все заросло деревьями хотя картина должна до складываться и на деревья должны быть не очень высокие наверху стоит вот это интересно такое сооружение и видны должны быть надгробные камни но вы видите да все заросло никому не то чтобы нет дела до этого дела есть нет денег как обычно все упирается в деньги привести в порядок такой огромный красивый парк но это действительно нужны большие средства все это вычистить все это как-то облагородить входная плата я не знаю какая но не думаю что очень уж она прям безбожно завышена но этого все равно видимо недостаточно смотрите какая красота балтийский кристаллический щит огромные валуны гранит лиственные деревья чистейший воздух залив рядом здесь гулять я не знаю целый день можно наслаждаться особенно если хорошая погода вот такой здесь интересный стоит источник который сейчас не функционирует он закрыт причина ну вот вы не поверите в этот источник люди бросают мусор вот объясните мне пожалуйста какой нормальный здоровый человек в ясном умеет резвой памяти будет бросать мусор в исторический такой арт-объект я вообще этого не понимаю руки отрывать таким людям и вот теперь вместо источника мы видим непонятно такое сооружение кстати говоря таблички здесь никакой нет что это такое не написано непонятно вода из этого источника течет вот такой вот струйкой но должно все это выглядеть совершенно иначе и я надеюсь что те кто меня смотрит мои зрители они себе такого не позволяют потому что ну я вообще не понимаю ком в голову приходит замусоривать такие прекрасные парки каналы озера вообще гадить природе ну не знаю а мы продвигаемся дальше я очень боялась что на этом источнике ваша экскурсия закончится но к счастью нет потому что в этом парке еще много чего интересного вот такая здесь стоит интересная хижина отшельника небольшая беседка на искусственном островке с мостиками просто шел человек да устал посидел в такой беседке либо же спрятался от дождя это было очень модно строить такие интересные сооружения в парках особенно во времена кого там николая первого кажется как вы видите все это сделано из березы очень симпатично ну понятное дело вандалы отметились да здесь везде написано здесь был вася или что-то в этом роде ну таковы реалии хватает дебилов вот такое интересное ущелье нужно пройти здесь ну как ущелье такой небольшой непонятно что нужно пройти до потрогать камень и загадать желание потрогая как же я стукнусь то я не такая высокая вот ущелье и кончилось совсем оно было маленькое но желание я загадать успела потрясающие здесь конечно виды очень красиво а вот и сам герой карелло-финского эпоса колевала ну два слова тогда скажем о собственно колевале откуда она взялась кто такой вяйня мёйнин и вообще что что происходит вообще собственно колевала это такой карелло-финский эпос который состоит из полусотни рун в данном случае руна это значит песня или стихотворение что-то вроде того собственно его создал ну колевалу да такой был доктор и по совместительству языковед или ослен рот он его создал где-то во второй половине отставить в первой половине 19 века да он собственно собрал все эти руны сложил их вместе подредактировал обработал напильником и получилось собственно колевала так что если вы думали что что это какое-то такое древнее произведение типа или ады там или еще что-то в этом роде то нет это относительно современное но все-таки элемент древности в нем присутствует в том смысле что эти руны это старинные карелло-финские песни стихи собственно почему колевала колевала это место где происходит вообще все это действо собственно даже правильнее было сказать что не колевала а калево калево это название страны а окончание ла это как место жительства вот и собственно о чем как бы если говорить о чем это повествует да вообще о чем это книга о чем это произведение то ответить на этот вопрос очень непросто поскольку как я уже сказал там очень много героев очень много рун песен собранных в одну то есть фактически это собрание историй периодически они переплетаются героями скажем так да есть какие-то общие герои у этих рун и песен и в целом есть мимо проходящий да то есть там может идти повествование идти 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 потом вдруг она резко обрывается ну не то что обрывается резко виляет сторону и вдруг повествует о совершенно другом герое у которого какие-то совершенно свои другие заморочки вот к с которым что-то происходит и потом опять возвращается к первому вот такие как бы повороты бывают ну попробую вам пересказать свое время как-то осилил калевалу о чем кстати не жалею ну и так значит калевала главный центральный персонаж это собственно вяйни мюйнин кто такой вяйни мюйнин вяйни мюйнин это такой карелло-финский бэтмен гарри поттер железный человек и вообще эпический мужчина в одном лице собственно он родился сразу взрослым в 30 лет собственно как он родился история нет там до самом начале книги приводится собственно история сотворения мира вот и попутно рождается вяйни мюйнин вот если вкратце получилось так сразу взрослым сразу героем ну а чё заморачиваться вот и вот этот вяйни мюйнин значит шарахается по свету туда-сюда пока его однажды не заносит страну с таким звучным для русского слова для русского ухо с названием похелла похелла да и вот этой похелой он там встречает деву севера такая прекрасная дама он так смотрит на нее влюбляется и как бы так по простому на игре слушай давай поженимся я герой ты прекрасное дело сам бог велел вот она ему говорит ну я-то не против ну ты как бы докажи что ты такой геройский герой вот у меня разбитое веретено а сделай-ка ты из него лодку так нормально из веретена разбитого лодку ну конечно господи ну не вопрос ну иначе принимается за работу работает 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 инструктажа с ним по охране туда никто не проводил поэтому отрубился что-то из ненужного тут хопа кровь течет боже ты мой он пытается перевязаться там клевер подорожник прикладывать все вообще ничего не помогает он бегом к знахарю знахарь ему приостанавливает кровь попутно мы узнаем откуда в земле здесь же взялось железо вот очень такая бурная история ладно возвращается вяйни-мюнин значит к лодке недоделанный смотрит на все это дело на руку свою пораненную понимаешь что что-то как-то не справится ладно он же колдун и вот тут он вызывает ветер вызывается у брата или марина на да был такой второй персонаж тоже кузнецу не менее эпичный он просит его помочь вот и в общем как-то они вдвоем там что-то пытаются сделать ну ладно бог с ними у них не получилось да там вообще такая очень история мутная на самом деле потому что пока вяйни-мюнин пока вяйни-мюнин там туда-сюда ходил его занесло аж в ад преисподня это я отдельно еще про это упомяну да я не менее на занесло в ад где он попав где у проглотил великан черт он его сразил выбрался обратно в общем в аду он узнал таки три волшебных слова как сделать при помощи них лодку из разбитого веретена да вот пока он всем этим занимался или марина он как-то так смотрит а дева-то действительно ничего и пошел значит к ее матери а мать у нее была хозяйка собственно похилы до старая ведьма лоухи лоухи да вот он приходит или марина на кузнец приходит к ней игры слушай а давай лучше за меня выдашь ты свою дочь и она говорит ну понимаешь я не против но ты сделай-ка мне сам по сам по это такая мельница которая приносит огромное количество еды грубо говоря засыпаешь на мешок зерна на выдаёте 2 на выходе кпд 200 процентов вот он говорит и сделал сам сделал сам по подарил этой лохи и в качестве скажем так выкупа она ему руку и сердце дочери и вот такая представьте картина приезжает я не мюнин знает три слова три матерных слова на вот приезжает и такой же говорит я тут вот готов она ему говорит извини подвинься но вот я уже с эльмарининым а тебе не катит печальная очень грустная история такие карелло-мексиканские страсти это я сейчас так еще на словах рассказываю а там что это все это в стихах это эпос то есть там есть примерно так это сейчас экспром будет например так сильно едет вяйня мёйнин лыжу гонит он на север палкой землю погоняет и летит быстрее ветра ну вот что-то в таком вот ключе эпично в стихах замечательно ладно это бог с ним это первая половина дальше там значит вообще историю просто трэш начинается куда там паланику куда там всем остальным современным автором это сущий криминал да ну так вот представьте себе ситуацию сидят значит наши герои вяйня мёйнин его брат кузнец иль маринан и третий персонаж по имени лименькайнин тоже он про него отдельно не будем он в книге также упоминается естественно он не менее эпичен чем первые два тоже швец жнец на дузе игрец сами прочитайте захотите но смысл следующем сидят они сидят и вдруг так думают а ведь сам по в сущности этот мельница хорошая вещь мелет там еды дает счастье приносит благополучие классная штука в хозяйстве имеете ее прикольно и что-то как-то наверное нехорошо что такая классная вещь находится у какой-то левой тетки у хозяйки какой-то похилы а как должен поступить нормальный герой когда мне такая в голову такая мысль забредает естественно украсть иду господи как-то другой не обсуждать давайте украдем сам по уловки так иду давайте еще вот и вот они собираются садятся в лодку и плывут значит обратного в эту похилу да по сути получается что или маринин при этом едет грабить собственную тещу это как на мелочи вот ладно приезжает в похилу начинают грабить такие блин а как грабить-то елки-палки похи полная похила народу свидетелей полно я не менее такой мужики я знаю и такой вот прям на коленке буквально вот лучших традициях китайских производителей делает кантеля кантели это такой музыкальный инструмент на вроде гусли не вот он делает это кантели так стоит в эпичную позу и как дал просто риф такой зажег вот и как-то так от души зажег что вся похила уснула все жители все поголовно и наши герои так видят это дело надо воспользоваться моментом берут эту значит сам по и в лодку прыг и огородами огородами по морю к себе значит на родину вот плывут тут это естественно ведьма лохи просыпается елки-палки сам по украли из-за что вообще происходит и за ними в погоню настигает их завязывается эпичная битва там просто гром и молнии в процессе которой естественного не это грешные сам по разбили к чертовой матери она утонула на дно вот частично потом некоторые осколки потом выбросила на берег и там где они на берег собственно были выброшены местные жители получили бонус плюс сток урожайности так и полезная правда вещь даже в виде осколков приносила пользу но наши герои так и остались ни с чем ну вот и оканчивается вся эта эпичная история все это повествование тем что дева марьята ну тоже один из персонажей колевалы рождает младенца и младенец оказывается настолько гениальным просто вот ну правда он настолько эпичен что переплевывается эпичности всех остальных персонажей и вяйни-мюнин видя такую вот нездоровую конкуренцию со стороны этого младенца он как-то так опрометчиво горит а давайте его убьем и так все как-то обалдели и этот младенец две недели от рода он так реально живыми словами такой говорит типа вяйни-мюнин вообще упал как бы ты чё как ты думаешь это говоришь и ну как-то так застыдил его ему так стыдно стало его совесть угрызает вяйни-мюнина он такой да что-то какую-то фигню сморозил ну и дальше как положено значит эпичному герою он повинился такой говорит да что ты ребята фигню сморозил давай ты будешь значит младенец вырастешь и будешь самым главным кареллофином а я вот сейчас напоследок спою вам самую мою классную песню он поет самую такую грустную такую просто печальную песню и садиться в лодку и уплывает в закат вот такой эпичный конец в лучших традициях голливудских блокбастеров если вы думаете что это я сейчас вот так от балды там напридумывал на рассказал вам можете прочитать колевал и убедиться что вот все от первого до последнего слова правда вот на самом деле все так и было более того это только маленькая часть верхушка айсберга там истории гораздо больше они разнообразны они переплетены очень много героев очень интересное повествование интересный слог поэтому вот не жалел что не жалею что я в какое-то время его осилил да но тяжеловато читается это все-таки не такое специфическое литературное произведение но если вы когда-нибудь попадет вам в руку очень рекомендую а мы медленно но верно продвигаемся к выходу из парка прослушали увлекательный пересказ колевалы я это слышу уже раз наверное третий но смеялась как в первый почему-то меня очень забавляет когда что-то пересказывают вот с такими современными словечками каким-то сленгом люблю я такие вещи раз уж мы второй раз проходим мимо этого льва давайте я вам про него расскажу стоит он рядом с домом по-моему управляющего или садовника в общем это неважно важен сам лев эта часть скульптуры когда швец когда когда выборок стал российским городом да петр пьерда от воевал тут была установлена в городе статуя собственно петра первого когда он стал финским городом на части финляндии как-то финны посмотрели неуместно петра убрали поставили свою скульптуру это было скульптура она изображала девушку у которой но который лежал лев девушка это было вроде как финляндия а лев это природа покоренная вот и как бы в гармонии с ней а когда выборг вновь стал российским то петра вернули на место вот эта статуя скульптура девушки была утрачена льва тоже думали что утратили но вот оказалось что как бы он в таком состоянии но все-таки сохранился и из тех пор вместе стоит петр в другом месте да там же где он первый раз стоял но вот скульптура льва вот в таком виде сохранилась и теперь она на своем не на своем месте но тем не менее украшает собой парк монри по вот и покидаемый парк монри по входной билет кстати стоит 100 рублей не так уж и дорого мы будем искать вашу группу да надеюсь они без нас не уехали искать наш автобус ну и на этом я так полагаю сегодняшний наш день завершён еще обещали показать какую-то библиотеку я знаете я уже не думаю что нам что-либо еще покажут ну хотя ладно если покажут то сниму если нет если нет то нет не закончена все таки сегодняшняя наша еще экскурсия посещение петровского парка и памятника петру первому в программу не входило но нас все-таки завезли дали некоторое количество времени чтобы мы могли посмотреть на этот памятник мы его уже упоминали это тот самый петр точнее памятник петру который потом сменил другой памятник памятник девушки со львом да который опять потом сменил петр да ну льва мы видели а сейчас увидим петра девушку увидеть не удастся она утрачена печально но факт вот впереди уже памятник петру первому здесь именно здесь находилась 1710 году ставка петра как раз было когда мы очередной раз воевали со швецией и когда шведы сдали этот город через 200 лет 1910 году этот памятник здесь был как раз и установлен если обойти памятник петру первому спуститься по ступенечкам против такой тропинке а то можно увидеть выбитые в граните крест и вензель петра первого по преданию точнее предание говорит что петр первый когда взял выборг отбил его у шведов он процарапал в граните крест и свой вензель а потом их уже выбили вот такая небольшая достопримечательность вот такой вид открывается на башню святого олафа на этот остров на котором стоит замок и петр как раз со своего постамента глядит именно в ту сторону но и это еще не все наша экскурсовод очень хочет показать нам знаменитую библиотеку выборгскую я вот именем кого она названа у меня опять никогда не получается вами лезти но вроде она не такая уж и длинная но не ложится уточню попозже скажу это такая очень известная библиотека она охраняется юнеско и построил ее такой известный архитектор архитектор конструктивист не просто так видимо она в каком-то таком интересном стиле и названа она собственно его именем до который вот та самая библиотека я даже запомнила архитектора зовут авар алто архитектор конструктивист в новую собственно видите дают чистейшей воды конструктивизм рукте для его такая скажем характерная черта это некие волнообразные какие-то элементы до которые он в каждую свою такую архитектурную форму обязательно включала вот здесь есть потолок волнообразные знаменитый хотя я об нем о нем слышу например первый раз ну ну да и в узких до кругах ну вот сейчас нам покажут этот потолок а потом мы посмотрим с вами вон того лося в кустах если бы мне не сказали что вот эти волны это как раз тот самый волнообразный потолок я бы подумала что это просто такие шторы с такими ламбрикенами или как это правильно называется а это вот такой потолок фирменный стиль опять забыла алваро алто да вот этого самого товарища финского посмотрите какой потрясающий стоит недалеко от библиотеки лось он считается символом финляндии как у нас как у нас типа медведь вот да там символ россии медведь а у них символ финляндии 8 посмотрите какая красота ну а теперь уже точно все уже мы больше никуда не будем заезжать сейчас сядем поедем в петербург сколько сейчас времени 1744 1744 ну пока мы доедем до заправки совершим там техническую остановку пока то пока сё будет наверное уже 6 и хотелось бы верить что хотя бы к десяти как и планировалось мы вернемся в петербург что не будет пробок что дорога будет легкая но сегодня суббота есть надежда да ну а на этом я с вами хочу попрощаться надеюсь сегодняшняя наша экскурсия вам понравилась что это видео было для вас интересным спасибо за то что вы его посмотрели всем пока